И всем привет, ребят! С вами Стороненький. Сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня у нас вышел, наверное, один из самых крупных за последнее время измененных балансом обнов. Сегодня мы вместе с вами будем рассматривать, ну, на мой взгляд, наверное, один из самых сильных корпусов после обновления. Посмотрим, насколько он будет хорош в балансе. Это корпус Мамонт. Его действие овердрайва увеличилось практически в два раза и теперь составляет целых 15 секунд. 15 секунд для Мамонта это супер-супер много. Посмотрим, насколько хорошо он себя покажет в рамках нового баланса. Ну и позже, конечно, я думаю, что в будущих видосах еще проверю все, что у нас было вчера. Меймбой. Сегодня уже, по идее, должно было стать не самым лучшим вооружением. Скатаем сегодня на Мамонтогроме по дрону. Я, честно, не знаю, что лучше взять. Гиперион или Лавкач. Ну, наверное, давайте возьмем Лавкач. Попробуем вот такую вот комбину разыграть. Это, по сути, комплект Бульдозер, который я уже обозревал в рамках Мега Доната. Ну и посмотрим, что он покажет на нашем основном аккаунте. Ну а если вам нравятся видосы, связанные как раз-таки с обзором новых интересных вооружений, которые у нас появляются уже после обновленного баланса, да, и я думаю, что таких вооружений будет супер много, то обязательно не забывайте поддерживать данное видос лайком, ну и в комментариях писать, что же вы бы хотели бы увидеть на обзоре следующим, потому что я думаю, что как раз-таки с этим изменением, довольно крупным, появится большое количество новых интересных вооружений, которые мы будем вместе с вами и тестировать, рассматривать, и, возможно, даже что-то где-то хейтить и говорить, что оно уже находится не в мете. Закидывает нас на Чернушку. Ну, если честно, наверное, не самая... Ой, что у меня с мышкой происходит? Не самая лучшая карта для реализации как раз-таки Мамонта Грома. У меня такое есть ощущение, как будто у меня здесь с Сенсой что-то случилось, потому что я... Да, нет, это чувствительность камеры. Подождите, а где... А где чувствительность нашей мыши? Ничего не понял. Устройство ввода. А что, они поменяли, что ли? Да, они поменяли вот эту тему. Почему? Ничего не понял. Так, сейчас попробуем поднастроить что-то не то. Просто я чувствую, что я по Сенсе не так двигаюсь. Ну и будем смотреть, насколько хорошо себя покажет овердрайв Мамонта. Что касаемо накопления его овердрайва, если я не ошибаюсь, ничего не изменилось, за исключением того, что от очков теперь набор овердрайва будет работать немножечко другим образом. И поэтому, может быть, может быть, будут какие-то определенные неприятности сталкиваться. Ну, хотя, в принципе, наверное, не будет никаких проблем. Все-таки там изменились все овердрайвы, а не только овердрайв определенных корпусов. Поэтому просто набор овердрайвов в целом будет значительно дольше того набора, который был у нас до этого обновления. Соответственно, будет меньше овердрайвов. Ну и, возможно, возможно, будет больше интересных моментов с грамотной реализацией вашей оверки. Все-таки у вас ее потенциально должно стать не так много. Так, есть у нас первый овердрайв. Ну и смотрим, смотрим, куда мне его вжать. Только 15 секунд это супер много, поэтому давайте я, наверное, даже особо ловить никаких моментов не буду. Просто вжимаю и смотрю, насколько долго. Ой-ой-ой-ой, ну 15 секунд это очень много. Это очень много. Это прям безумно много. Вы просто понимаете, что я, ну, практически полбоя прокатал, да? Ну, это так, условно, конечно. На овердрайве, офигеть. Просто 15 секунд. 15 секунд оверки, которая, во-первых, откидывает все трупы, во-вторых, не подвергается никаким статус-эффектам, и плюс еще летит супер-бешено. И сносит все на своем пути. Блин, ну это... Возможно? Возможно. Хотя я даже думаю, что невозможно, а точно. Это корпус, который станет супер-актуален, да? В последующем. Интересно, конечно, что там с Аресом, да? И насколько сильно будет чувствоваться его долгий овердрайв. Но Мамонт точно станет актуален. Вообще, в первое время, я думаю, что большое количество игроков будет сначала искать новые меты. Да, но Мамонт, мне лично кажется, что будет как раз-таки тем корпусом, который в эту мету впишется супер-идеально. Но с таким овером, с 15 секундами, это очень серьезно выглядит. Конечно, было бы неплохо нам скатать какую-нибудь Рэгби, либо ЦТФочку. А то, что нас сейчас закинуло в ЦП, наверное, ну не супер-супер режим для реализации как раз-таки этого Мамонта. Это грома, но в целом, я думаю, что принцип-то один и тот же. Нам главное сегодня как раз-таки рассмотреть то, как этот овердрайв работает, покидать чуть урончика. Ну и по возможности, конечно, прожать как можно больше овердрайвов. Что касаемо именно Мамонта на гром с вакуумными снарядами, то мне кажется, что он очень неплохо сочетается. И в целом, комплект бульдозера это крутой комплект. Ну и Мамонт я бы советовал как раз-таки реализовывать на ловкаче, не на кризисе. Потому что с кризисом у вас мало что получится в плане реализации вашего овердрайва. Потому что с овердрайвом вы будете лететь, например, условно на только одной нитре. Ну а на одной нитре, ну что вы можете сделать? Ну ничего, вы особо такого прям толкового, здравого сделать не сможете. Так, я вижу противников, которые потихонечку летят на респик, летят на респик, летят на респик. Блин, ну тут можно просто, вот знаете, вот на такой здоровой дистанции вжимать овердрайв и лететь за противником. Офигеть. Ну вот, ну вот я полкарты пролетел. Просто полкарты под овердрайвом. Я начинал свой овердрайв с правого фланга и по итогу успел доехать еще до центра с прожатой оверкой. Ловкач, конечно, супер хороший для мамонта. Насчет гипериона. Гипериона, ну его можно реализовывать в том случае, если, например, у противника есть подавление. Хотя есть еще решение. Взять просто иммунку от подавы и никто вам не сможет сбивать вашего ловкача. Поэтому я все-таки, наверное, склоняюсь к тому, что ловкач будет лучшим как раз-таки в реализации. А гиперион, ну, можно, наверное, попробовать использовать на небольших картах. Так же, как и можно на небольших картах попробовать использовать кризиса. Кризис, я думаю, что с мамонтом тоже будет неплохо себя показывать. Ну, а такие пушки как Гром, как Гаус, я думаю, что будет отлично сочетаться с этим мамонтом. За счет того, что эти пушки вам дадут возможность более быстрого набора очков. Можно, конечно, пробовать брать и Изиду с вампиризмом. Но, честно говоря, Изида с вампиризмом, ну, она, знаете, такая, она спорная. Она спорная. Плюс еще мамонта овердрайва, то, что он хавает шарики Ореса. Плюс хавает овердрайв Крусейдера. И игнорирует все мины. То есть, если, например, у нас в игре часто встречаются сейчас в последнее время игроки, которые как раз-таки минируются, знаете, там, пытаются либо заданки выполнить, либо просто отдефать свой флаг. То мамонт в этом плане тоже отличное решение, которое тоже сработает, которое тоже будет актуально. И тоже будет приносить свою определенную прибыль. И лепту в вашу победу. В целом, кажется, супер эмбой. Честно. Кажется, супер эмбой. Если, вот я сейчас просто возьму, после вот условно этого видоса, возьму себе Ореса. И увижу, что его набор овердрайва будет супер долгий. То я, ну, для себя точно начну очень сильно задумываться о как раз-таки использовании мамонта. И искать решение применения как раз-таки этого корпуса в рамках матчмейкинга. Где его будет лучше использовать. По сути, ну, наверное, CTF, регби, штурм за атаку. Это стопроцентные варианты, где этот корпус будет работать. Ну, а дальше я даже не знаю, с чего можно пойти. Так, попробуем сейчас реализовать свой овердрайв. Посмотрим, где у нас здесь противников больше. Ну, для регби, конечно, 15 секунд. Овердрайва мамонта это супер круто. Это прям безумно жестко. Сейчас попробуем подождать, чтобы противник чуть скучковался где-то в одном месте. Этот молодой прям на меня въезжает. Если въезжает, то я, конечно же, вжимаю овердрайв. Две минутки у нас остается до конца. Это вот мы тоже сбриваем. Так, а здесь никого нет у нас, к сожалению. Но 15 секунд это очень много, да. Для регби, для CTF это можно за 15 секунд от своей базы до доставки доехать. Я вот более чем уверен. Я думаю, что если этот корпус вам будет интересен, то мы в ближайшее время еще запишем с ним видос. Как раз таки с реализацией его в режимах, где нужно что-то тащить. Что-то вести. Хотя я думаю, что даже в Джиггернауте он будет актуален. И будет супер полезен этот корпус. Вот я думаю, что, ну, например, например, на какой-то средней карте, да, можно спокойно взять Мамонта и спокойно его реализовать. Да, может быть, там на каком-нибудь Берлине, на Бресте, там, на каких-то здоровенных картах на Мамонте будет тяжело что-то сделать, как-то доехать до базы противника. Но на средней карте по типу, там, какого-нибудь... На Бобруйске у нас Джаггера нету. Ну, даже Йоркшир, да, условный Йоркшир возьмем. Александровский, да. На этих картах, я думаю, что спокойно, без особых проблем, можно доехать до базы противника. И за 15 секунд реализовать как раз-таки овердрайв вашего Мамонта. Я думаю, что мы сегодня еще один бой играть не будем. В принципе, все, что я хотел посмотреть в рамках овердрайва нового Мамонта, я увидел. И могу с точностью сказать, что 15 секунд это супер много. 37 киллов и 13 смертей. Ну, наверное, тому тоже какой-то определенный показатель. Все-таки нужно понимать, что здесь киллы идут и дополнительно от Мамонта, и плюс количество смертей уменьшается за счет большего количества здоровья, и плюс хороших, грамотных возможностей прожатия и реализации как раз-таки овердрайва. Поэтому в целом я могу сказать, что этот Мамонт смотрится супер интересно. В два раза жестче стать и быть неактуальным, я точно думаю, что он не может. Ну и это полноценное возвращение. Хотя Мамонт, на мой взгляд, и в прошлой мете был уже очень и очень неплохим. На 15 секунд это прям супер-супер жестко и супер-супер много. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного корпуса. Если играли на нем, то напишите вообще, насколько вам он понравился. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте кемоличный так, это тактимп, установите его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоина. Вся информация по розыгрыше есть в описании, ну и итоги этого розыгрыша уже будут буквально через пару недель. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.